Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Свердловской области окончено предварительное расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ о кражах денежных средств из банкоматов в городе Нижний Тагил. Противоправная деятельность группы, состоящая из трех граждан, была пресечена в феврале 2019 года оперативниками Главного управления МВД России по Свердловской области при участии Росгвардии. По версии следствия, лидером организованной группы, состоящей из троих граждан, являлся ранее судимый мужчина. По разработанному им плану один из соучастников подыскивал банкоматы, расположенные на первых этажах зданий. Он проверял наличие охранной сигнализации, изучал возможность взлома терминалов при помощи специального оборудования, а также пролома пола либо разбора стен. Удостоверившись в наличии всех необходимых условий для осуществления противоправного деяния, злоумышленники незаконно проникали в помещение, отключали сигнализацию и, используя электронное устройство для создания радиопомех, блокировали каналы связи, комплексов для выдачи и приема денег. Затем при помощи газосварочного оборудования разрезали боковые стенки банкоматов, откуда похищали денежные средства. При этом один из сообщников следил за окружающей обстановкой и обеспечивал незамедлительный отъезд с похищенной наличностью, имуществом и орудиями совершения краж. Установлено, что в период с ноября 2017 года по февраль 2019 года фигурантами было похищено свыше 8 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области для рассмотрения по существу.